ну что друзья всем привет с вами я михаил шилов автор проекта корректура докторшилов точка ком будущем точка рублю точку макивара точка ру и прочих всяких разных обязательно подписывайтесь на мой канал на youtube и на мои ресурсы которые я только что перечислил и вы будете получать или узнавать о новых подкастах с статьях каких-то видеороликах новых курсах всегда будете как бы цена гребни волны и в теме всего проекта буду шин и доктор шилов и корректура а сейчас я вот о чем расскажу вот прилетели мы выйдем изучая этот еще в россии тут отель куда мы приедем мы выбирали такой отель чтобы там было как бы все и по описанию в отеле в этом ну действительно все ну а что все ну все там и есть там есть кондиционеры и все как положено и питание все нормально пляже там первая береговая все хорошо но мы искали так чтобы был какой-то спортивный тренажерный зал и там было написано что он есть он прилетели оказалось его нет и никогда не было в отзывах мы конечно поразал ничего не читали но суть в чем суть в том что обычно большинство людей которые поездят отдыхать в индию не особо так активно спортом занимаются вот и поэтому они могли просто не писать о том если тренажерные залы или нет поэтому мы лишь ориентировались на сайт непосредственно отеля самого и туристические сайты зала не оказалось но всегда и везде я беру с собой петли trx это хорошая штука вот это вот выручает вещь которая в любом месте позволяет создать сам тренажерный зал ну в любом абсолютно месте вот это раз-два мы в индии ребят и занимаются йогой вот чё здесь есть то есть нашли мы студию йоги в ней будем обязательно заниматься хотя можем заниматься и без всяких студий йогой потому что в принципе практикуем этот над эту тему но хочется в индии именно позаниматься йогой ну как живут вот быть в индии на родине до йоги и не позаниматься а еще классно вот посмотрите сзади находится что море до наравийское море эта часть океана индийского шикарные волны прекрасно что мне нравится здесь очень пологий берег и вы смотрите песок какой песок рыхлый здесь но там где береговая линия там там с утра бывает отлив и волны когда накатят и нота отхлынут там получается берег ровный как стол а так как вот этот вот коллоид вот до песка это не ньютоновская жидкость то когда бежишь и довольно резко надавливаешь сам стопой на песок то в кроссовках бежишь как будто по асфальту то есть под ударом сам стопы он мгновенно твердеет как неогам и тесто от удара чем сильнее и речь надавливание тема она скрепче а стоит постоять на месте вот когда тренируюсь занимаюсь йогой ноги по щеколотку в течение буквально 15 секунд уходят как будто в жидкость то есть как будто это просто песок растворенный в воде мгновенно стоящий немножко стопами пошевелить и поехал сразу вниз как будто в зыбучий песок ну слава богу это не зыбучие то есть сильно глубоко и не заезжают ноги но проще колодку проваливаются до затягивает вот а так как асфальт думали мы не тут бегать будем потому что по улицам в принципе за территории нота с рот или бегать ну реально сказано опасно улочки очень узкие транспорт ездит без правил даже таиланд по сравнению с индии это просто ну сказка вот по движению хотя в таиланде тоже правил нет но не настолько насколько здесь здесь черти что вообще и улочки такие узкие а по ним ездят и автобусы туристические и мотороллеры и тук-туки и коровы дорогу переходят все гудят постоянно сигналят то есть бесполезно плеер вообще в ушах нельзя чтобы был просто ну задавят маху никакого приоритета пешехода здесь не существует и поэтому я думал еще бегать только вечером поздно слава богу подсвечиваться все-таки кое-как улицы метров через 100 друг от друга фонарики кое-где торчат но в первое же утро пошел на пляж позаниматься с надыхательными практиками медитацией и увидел что очень даже годится береговая линия для пробежек лучше чем когда вы вьетнаме был не лучше чем в таиланде в разы как будто специально предназначен пляж чтобы бегать но знаете к интересно нифига народ не бегает не спортивные здесь не местные жители не те кто приезжает на отдых и есть несколько неприятные впечатления от того что несмотря на то что штат гоа является туристическим такой как бы некой куда приезжают ну как сказать но люди которые могут себе позволить или не позволить не знаю те которые имеют может быть такой достаток чтобы уже подумать и о здоровом образе жизни то есть войти в этот тренд но спортивных людей я не увидел здесь вообще пока никого вот за три дня отдыха который нахожусь здесь ни одного человека из приезжих местные до некоторые есть если есть ассоциация какая-то водных видов со спортом и они что-то пытаются проделать делают какие-то значит интервальные тренировки но это их просто заставляют это со спасательной службы и у них еще есть вот всякие виды спорта на воде ну это как аттракцион развлекуха но вот ну их видимо заставляют просто форму поддерживать они делают они это с большой неохотой кое-как но что-то делают и выглядят они тоже не спортивно но более подтянуты знаете что хочу я заметить индусы сами вот с моего детства сохранилось такое впечатление что в индии то люди достаточно полненькие то есть это как бы престижно и хорошо это показывает определенный уровень самодостатка и вот такой как бы тренд что что мужчина что женщины они в теле должны быть и так и было всегда во всех журналах журналах индии которые выписывали детстве когда-то тоже все было так в индийском кино а сейчас все поменялось они приняли другие стандарты конечно среди них тоже полных людей полно но красивыми считаются не устроены и девушки пытаются себя блюсти и чем из более высокой касты или из более высокого социального слоя женщина чем она сам стройнее есть очень даже красивые а так конечно а страна контрастов но натурально как и везде в общем-то и его до китая где мы были в индии теперь богатство и нищета идут рука на об руку стоит только выйти за пределы куда-то и все начинается такой бедлам и развал уже просто капец страна грязная очень там где живет простое население то есть культуры гигиены как таковой нет она просто не воспитывается раньше не говорю что они там горят и живут но что касается бытового мусора они его за мусор не считают поэтому они могут оставлять его где душе будет угодно захотели могут на крыльце разложить там какие-то бутылки пакеты оберки упаковки полиэтиленовые они будут там лежать неделями наверное и не будут убираться для них эту норму это не мусор если не воняет не гниет значит не мусор если гниет воняет песочком присыпали немножко все нормально вот так это небольшой так обзорчик по поводу того какие люди здесь есть как они спортом занимаются и занимаются как они живут ну а мы спортом занимаемся очень активно сам супругой я говорю будем посещать студию йоги посещаем бег дыхание медитация силовая тренировка ну только петли trx и street work out но это нормально для поддержания формы это просто великолепно особенно если нету сам задачи набирать мышечную массу то этого более чем достаточно более чем а для жиросжигания так тем более годится а в следующем подкасте я расскажу вам о питании ну салют салют Субтитры подогнал «Симон»